СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продукции, комплектующие, которые приводят в Турцию, запчасти немецкие, итальянские, турецкие тоже. Эта фабрика появилась в сложные 90-е, когда предприятия закрывались. Ей, по словам директора, 31 год. Сейчас коллектив из 36 человек производит 2000 пар обуви в месяц. Спрос больше на зимнюю, потому весна и лето, время полуголодное. Тем не менее, работа не прекращается. Халида Халиулина начала еще на фабрике «Спартак», а здесь работает более 20 лет. Так-то у нас простоев нет. Мы работаем стабильно всегда. И зарплата вовремя всегда была. Даже когда тяжелые времена были, у нас всегда зарплата вовремя была. Специализированные учебные заведения есть, но куда исчезают выпускники, неизвестно. Обучать ремеслу новичков, причем не совсем уже молодых, приходится прямо на рабочем месте. Специалисты требуются всегда. Айрат Салихов, например, работал в мастерской по ремонту обуви, но решил, что производить интереснее. Вставляю задник. Он намазан клеем. Этот клей под горячей температурой фиксируется внутри на заготовке для приклеивания. Она горячая, 150 градусов. Снимается, смотрится, нет ли дефектов. И одевается на холодную. География реализации вся Россия. В Казани, правда, единственная торговая точка при фабрике. Но зато сразу, как говорится, с пылу с жару, с производства на прилавок, без посредников и транспортных расходов. Есть и индивидуальный подход к особенным заказчикам. Люди приходят к нам с разными нестандартными ногами. У кого-то нога другая, короче другой. У кого-то полнота очень большая. Много дефектов на ногах. Поэтому модельер у нас работает. И коллектив старается помочь таким людям. Это высокий подъем и выступающие косточки. Производятся соответствующие замеры. После чего мы уже корректируем саму колодку и лекало. Специальную обувь делается и на фабрике в индустриальном парке «Чистополь». Не повседневная, а специальная рабочая и для мужских увлечений. В «Чистом поле» это производство появилось меньше четырех лет назад. Тогда уже был курс на импортозамещение. Но отечественного оборудования не было. Пока она еще новая и санкции не сказались на обслуживании. У нас больше отразилось на поставки сырья. А запчасти, пока такой нужды не было, мы до этого все успели более-менее решить проблемы. И решаем как-то своими силами, пытаемся решать. Когда-то просто продавали специализированную обувь, произведенную в других регионах и странах, говорит директор компании. Но потом решили производить свое, татарстанское. Это все-таки выгоднее свое делать? Это интереснее. Может быть, не то, что выгоднее, а интереснее точно. В основном российские поставщики. Были иностранные, покупали и в Германии. Но сейчас переориентируемся на Китай, где у нас Россия не производит. Мы в своем роде уникальное предприятие даже для России. Мы производим четыре вида обуви. Ни одна фабрика обувная так не производит. Мы производим обувь из ЭВА, из ПВХ, из кожи на ПУ, ТПУ, ПУ, нейтрил. И еще борто-прошивную обувь. То есть, если вот так простым языком, да, что такое ПВХ, что такое ЭВА? ЭВА – это воздухонаполненный материал. Он зимний больше. Ага. А это летний материал. Вот он, ну, чаще всего используется просто от защиты от воды. Ну, по теории, сапоги, это, короче говоря. Вот это уже с защитой. Здесь композитный подносок. Мало кто у нас в России их производит именно с композитом. Это специально рабочие уже обувь. Поставляем и на наши предприятия, и в Россию очень много берут. И система «Газпрома» берет, и «Татнефть» берет. Сотрудники в основном местные из Чистополя. Кто-то когда-то трудился на исчезнувшей швейной фабрике, кто-то на часовом заводе. Всего 150 человек, в два раза больше от первоначального плана. Производят 2,5 тысячи пар в сутки. Дарье 23 года, по образованию юрист. Здесь на должности оператора ЭВМ работает с конца прошлого года. Эти маркировки клеятся у нас на обувь, либо на пакет, потому что они упаковываются, соответственно, в пакет. Далее уже они отправляются в коробку. То есть здесь вся информация, что написано, что сделано в Чистополе. Мы с помощью терминала сбора данных их сканируем и смотрим, что находится внутри. Вот, допустим, минус 50. Они выдерживают минус 50 градусов. И какой размер можем узнать, сколько, количество внутри. Не заглядывая в коробку. Не заглядывая в коробку. То есть интересно, как производится обувь, как сшивается, как упаковывается. Горячие сапоги расходятся по всей стране. Есть покупатели в Казахстане. Постепенно узнают о Чистопольском барсе и в других республиках бывшего Советского Союза. Есть надежда, что вспомнятся и восстановятся былые связи. Идет упрочнение связи с бывшими союзными республиками, в том числе с Узбекистаном. Опять же, Восточная республика нам очень близка. Началось все с деловых поездок нашего правительства, в том числе. И нас приглашали. Поехали. И там сырье, рабочие силы дешевле. Мы создали в Ферганской долине совместные предприятия в прошлом году. Моя любимая модель – это вот эта. Потому что она можно вообще спокойно носить и в повседневной жизни. То есть очень удобная. На даче где-то. Все это полностью делается в России. То есть и под носок делается в Тамбове. И вот это мы отливаем полностью. Очень жалко, что в Таташстане не так много мы продаем, конечно. Мало заказывают. И здесь еще один особенный пример импортозамещения. Анна Ким, окончив Казанский журфак, продолжила учиться в Южной Корее. Там же вышла замуж и вернулась на родину вместе с корейским мужем. Обычно эмигрируют, а я наоборот, с собой иностранца забрала. Для меня все-таки важно, что вот такая широкая страна. Во-первых, Корея маленькая, а Россия широкая все-таки. Словом, надежда есть, что местное производство в Татарстане, вопреки и благодаря внешним условиям, все же выйдет на новый уровень. Зуфар Давлядшин, Андрей Ключников. 7 дней.